Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Вступили в силу обновления для справочников средней стоимости запчастей, материалов и норма часа работ. Увы, но теперь стоимость ремонта автомобилей выросла на 19%. Рост цен на расходные материалы составил от 19 до 47% в зависимости от производителя. Новые средние стоимости коснутся не всех пострадавших в авариях. Решением президиума РСА от 16 апреля 2015 года установлено, что под ДТП, которые произошли до 30 апреля 2015 года включительно, используются данные из первоначально утвержденных справочников. А для выплат по авариям, которые произойдут с 1 мая 2015 года, должны применяться новые данные. Между тем, страховые компании дружно показывают высокие прибыли в работе. Из чего тогда стоимость ОСАГО-то повысили? Центральный банк ограничивает процентные ставки у восьми коммерческих банков, деятельность которых считает рискованной. Правда, названия кредитных организаций пока не уточняются. По мнению регулятора, банки, попавшие в список, устанавливали слишком высокие процентные ставки по вкладам. Сейчас нормальная ставка составляет 15% годовых по вкладам на срок от полугода до года. Плюс 2% годовых – это средний признак тревожности. Плюс 3% годовых – это более серьезный знак тревожности. Вместе с тем, это не означает, что это финансово неустойчивые банки. Наши туристы разбили статую Геркулеса в итальянском городе Кремона. По данным полиции, два балбеса залезли ночью на статую, чтобы сделать селфи. Пока лезли, умудрились отколоть мраморную корону. Сейчас полиция разбирается с инцидентом. По легенде, город Кремона основал Геркулес, поэтому его статуя является символом города и большой ценностью для местных жителей. Но, кстати, не только наши туристы отличаются умом и сообразительностью. Две американки были оштрафованы за то, что нацарапали свои имена на стенах Колизея. А на сегодня это все. Удачи в делах.